здравствуйте вы на канале урал спецтранс добрый день вадим добрый день обзор проведем уважаемые зрители улья добрый день мы хотим напомнить вам что на территории российской федерации с недавнего времени стал действовать новый стандарт евро 5 это значит то что машины новые не должны въезжать на территорию страны и производится и произвели должны которые не соответствии соответствии стандарт а старый эксплуатировать да то есть автомобили ранее выпущены в обращении в эксплуатацию то есть по ним пока никаких решений не принято и хорошо что эксплуатация этих транспортных средств пока продолжается очень соответственно возникает вопрос а евро 5 что это за стандарт и вообще вопрос цены тогда все подписчики у нас прошу наверно цена взлетит сразу на машины это так или не так ну что понимать по словам взлетит да все у нас она получается ну сопоставима да все познают сравнение что называется по сравнению со стандартной ценой автомобиля стандарта с двигателем стандарта евро 4 конечно стоимость увеличится но усложняется компонентный состав то есть добавляется сама система электронное управление разумеется все это стоит денег ну к сожалению да цена увеличится от этого от этого конечно никак не уйти проблем разумеется проблем добавляется то есть любая любая система техническая которая добавляется конструкция автомобиля она усложняет разумеется его то есть по наличию количество вновь добавленных датчиков соединений электрических соединений система охлаждения до задействована система воздушная система подключена в систему нейтрализации отработавших газов но разумеется то есть усложнение количество соединений она ослабевает контакты теряются в контактах тоже связь бывает такие вещи ну короче усложнение конструкции автомобиля но не добавляет ему надежности об этом можно сказать однозначно в общем мы не один раз уже снимали ролик с евро 5 показывали и яме мы еще и смотрели но мы просто да мы сегодня наверное немножко дополним уже обсуждали эту тему автомобилей с стандарта евро 5 поэтому и сегодня немножко расширим информацию дополним может быть что-то повторим что уже было но уж не судить строго стандарт евро 5 он достигается применением путем применения двух систем это система ну если русскими говорить русской русской аббревиатуре это егр то есть эта система рециркуляции отработавших газов тогда как часть отработавших газов направляется из выпускного коллектора обратно в двигатель и там дожигается вот и вторая система эта система с cr так называемая это селективная селективная нейтрализация отработавших газов в ней применяется раствор водяной раствор водный раствор мочевины и каталитический нейтрализатор отработавших газов то есть на нашем конкретно на нашем образце который сейчас находится перед вами то есть это шасси автомобиля урал next на нем установлена система с cr который использует раствор мочевины и каталитический нейтрализатор это егр но вот например двигатели те же самые вот этой я mz который стоит на урале это шестерка рядная 536 двигатель в нем системы егр нет но у этого же производителя ярославский моторный завод делает четырехцилиндровые двигатели в котором система егр есть но конкретно на этом моторе который перед нами на нем нет на шестицилиндровых и выше на нем эта система не предусмотрена первое отличие которое сразу бросается в глаза и выдает наличие на автомобиле системы использующий мочевину для нейтрализации отработавших газов это самая видимая деталь этой системы это бак для заправки вот этого самого раствора но правильно называть его наверное просто реагентом раствор мочевины по сути у него несколько торговых названий то есть широко известно ну скажем да и в россии и за рубежом это наименование от blue она торговая марка по сути это маркетинговая ну торговая марка для как бы просто чтобы наименование это было зарегистрировано в германии вот на самом деле подобных растворов и делают разные производители их достаточно много разных но например для известный всем мерседес делает аналогичный развор раствор водный для этой же самой цели называется он blue tech blue tech ну по сути это тот же то же самое да только другая марка здесь кстати у нас завод урал применяет раствор который носит название aus 32 раствор мочевины представляет из себя это именно вот эту самую мочевину плюс де ионизированную специально подготовленную воду в составе 32 с половиной процента это у нас получается этой самой мочевины и остальное 67 с половиной процентов это специально подготовленная вода раствор реагент он является продуктом высоких технологий он достаточно хорошо очищен да но поскольку система использует ее ну форсунки до насос там и прочее то есть продукт высокой переработки высокой очистки поэтому смешивать его с другими использовать какую-то грязную тару там из-под масел смазок прочих жидкостей и допустимо то есть для заправки используется именно специальная тара в которой он продается по сути потому что этот раствор состоит из специально подготовленной воды обессоленной да она этот раствор очень плохо относится к железу и всевозможным сплавом то есть заливать например раствор мочевины из железного ведра но это это портить просто-напросто потому что при контакте вот этого самого реагента с металлом могут образоваться соли которые потом попадают систему попадать на катализатор ну вызывают скажем негативные реакции ну снижает рабоспособность системы цвет раствор мочевины он не подвержен расширению в процессе замерзания я правда информация на разница то есть некоторые источники говорят что он не расширяется другие источники все-таки говорят что некоторые расширение присутствует но этот вот самый эффект да но приводит тому что допустим использование некачественного раствора некачественного реагента то есть тогда когда в нем есть допустим ну вода или он разбавленный до или вода какая-то не подготовленная очищенная не так как оно должно быть то есть это вода может при низких температурах окружающего воздуха до случае если допустим продувка не выполнена после останова двигателя следу должным образом в раствор может замерзнуть в трубках и вызвать при расширении вызвать повреждение этих трубок то есть такие случаи достаточно частые по сути системы это состоит из следующих компонентов это электронный блок управления это бак с раствором в баке установлен насос который обеспечивает прокачку подачу реагента в систему в выпускном тракте автомобиля в выпускной системе установлена форсунка которая выполняет впрыск этого самого реагента в выхлопные газы и дальше на выходе у нас установлен глушитель с катализатором то есть фактически вот вся система она состоит из этих вот компонентов мы видим труба до связано с выпускным коллектором двигателя труба который отводит отработавшие газы от двигателя и через глушитель выводит их в атмосферу вот вот она форсунка которая впрыскивает выполняет впрыск реагента в выпускной коллектор ну вот она форсунка с электронным управлением и с воздушным охлаждением вот видим хорошо вот эти ребра и и и охлаждения по типу воздушного радиатора вот форсунка управляется двигателя и управляется не двигателя от блок управления то есть тот путем подачи электронных электронного сигнала импульсов он открывает закрывает клапан на форсунке обеспечивая впрыск реагента ну в определенном в определенной дозе который зависит в общем-то от многих факторов это температура окружающего воздуха это степень разогрева двигателя нагрузка двигателя сейчас это уже получается не просто глушитель то есть это специальный специальное устройство которое выполняет проход при прохождении через которую отработавшие газы разлагаются на безвредные азот и водяной пар и получается таким образом выхлоп он у нас становится соответствует до нормам коллегским норм евро 5 и по сути токсичность этого выход выхлопа она снижается на входе глушитель установлен датчик температуры вот он вот он этот датчик вот этот датчик отслеживает отслеживает температуру отработавших газов потому что сам катализатор он начинает эффективно работать от температуры выше 200 градусов то есть начинается сам процесс вот этой каталитической нейтрализации до момента пока катализатор не прогрет то есть этот датчик отслеживает прогрет он или не прогрет вот до этого момента впрыск мочевина не выполняется поэтому двигатель до момента разогрева катализатор двигателя работает обычном режиме как работает евро 4 такие глушители они из нержавеющей стали потому что при процессе катализации у нас выделяется вода вот ну и достаточно как бы активная жидкость получается эта мочевина то есть необходимо использование нержавеющих стали на выходе вот смотрим что у нас здесь на выходе на выходе из глушителя установлен датчик который отслеживает именно состав оксида окислов азота в отработавших газов зависимости от состояния ну от анализа который до датчик производит от но от состава оксидов азота в отработавших газов он подает сигнал на блок управления тот анализирует этот сигнал но зависимости от заданных параметров и соответственно может увеличивать или уменьшать подачу водного раствора мочевины выпускной коллектор ну для того чтобы процесс должен идти допустим более эффективно или избыток мочевины но в общем он регулирует выпускные газы выходя из из выпускного коллектора то есть вот на этом участке да когда в них впрыскивается раствор реагент впрыскивается они у нас разделяются на аммиак и на на углекислый газ по моему здесь же проходят при прохождении через катализатор уже получается азот и водяной пар таким образом у нас выхлоп практически стал безвредным вот этот двигатель который у нас соответствует нормам евро 2 он практически тот же самый двигатель что и евро 4 но только к нему добавили систему вот этой практической нейтрализации а двигатель фактически не по конструкции не по характеристикам он не отличается но военная машина но они используют евро 0 еще и не только потому что у него стандартные нужны потому что достаточно самая простая машина самая простая на ней нет электронного управления что самое главное что такое электронное управление она первых глушится во вторых она сложная в угоду так сказать общем требованиях но да ну по большому счету везде в мире то есть люди которые находятся на острие то есть двигаются вместе с прогрессом с техническим то есть использование евро 5 допустим за границей и более высоких стандартов она предполагает определенные ну и налоговые какие-то послабления да то есть машины имеющие стандарт евро 5 могут двигаться в таких местах где стал допустим стандарт евро 4 евро 3 ездить не может но в частности в городах каких-то да то есть выше какого-то стандарта ниже какого-то стандарта в каких-то определенных местностях там были больших городах движение определенно автомобилей которые двигатели оборудованы несоответствующими двигателями но недопустимо ну там достаточно много определенных льгот которые в общем-то ну способствует тому что перевозчики они все-таки покупают машины более высокого класса экологического и достаточно успешно их эксплуатируют то есть в европе к этому привыкли у нас но мое конечно сугубо субъективное мнение что у нас достаточно много других проблем чем водить сейчас на всей территории российской федерации этот стандарт но наболевшая тема как мы будем использовать такие машины на севере да в условиях якутии там не знаю где достаточно низкие температуры там столько проблем возникает с перевозкой хранением запаса вот этой мочевины который замерзает при низких температурах но это это ну очень большая головная боль для перевозчиков да конечно экологический стандарт это хорошо но это усложнение конструкции удорожания и плюс ко всему запас водяного раствора который замерзает при температуре ниже минус 12 ну и до возить его в виде замороженных кубиков льда но это как бы его же потом его же их как его потом использовать если его не отогреть никак вот в общем то для перевозчиков применение этой системы это достаточно но особенно именно на полноприводной техники до которые работают удаленных и труднодоступных регионах где по-настоящему то нормальных заправок нету не говоря уже о том что какие-то какие-то сервисы да с и можно купить этот водный раствор мочевины да и плюс что отключать будут сейчас минуточку еще есть еще есть одна небольшая сложность в том что вот этот самый катализатор который здесь используют он негативно реагирует на серу российское дизельное топливо она имеет достаточно высокое содержание серы это не есть хорошо сера должна присутствовать в топливе она выполняет определенные функции но она должна быть в определенных ну границах до определенные содержания у нас содержание серы достаточно высокая то есть для катализатора это не есть хорошо если он в принципе ну как бы то есть то есть любые любые негативные факторы влияют на сокращение срока его службы вопрос подключению да это конечно ни для кого не секрет что в российской федерации до достаточно но поскольку машина евро 5 они эксплуатируются достаточно давно то есть перевозчики придумали достаточно много способов как такие системы обходить ну мы как производитель который соблюдает законы российской федерации то есть мы выполняем требования по выпуску таких автомобилей ну и разумеется как бы не советуем мы понимаем о том что это и есть сложности но официально мы советует рекомендовать но разумеется мы это не можем да я думаю что решение будет но перевозчики они будут все равно искать вот будут обращаться к нам насколько мы сможем помочь в этом вопросе я говорю ну законным образом мы такие вещи делать не можем плюс ко всему надо понимать что есть два опять же нюанса по по этой системе если ну как бы по опыту работаю с аномарками если отключить система со временем ну что называется закисает и потом возобновить ее работоспособность вернуть ее скажем работоспособность состояния может быть проблематично может быть она вернется если ну скажем она не эксплуатировалась какой короткий промежуток времени но если долго не эксплуатировалась то возможно что серьезная проблема автомобиль выпущенный скажем в виде евро 5 что завода мрал что заводом камаз что каким-либо любым производителем разумеется что отключение системы это является несанкционированным вмешательством конструкции автомобиля автоматически везде введет к снятию с гарантии а гарантии года конечно я думаю что даже в таком случае расходы достаточно на ощутимые будут допустим в течение года там двух трех лет но 20 основная расфасовка но наиболее удобная для потребителя она идет расфасовка реагент 20-30 литровых канистрах 30 литровую канистру и и тяжело держать на весу до при заправке 20 литровая она более удобная 20 литровая стоит от разных производителей она имеет разную стоимость то есть начиная от 500 600 рублей за канистру вот и у других но у разных производителей она можно ходить там до 1200 по моему до 1400 рублей за 20 литровую канистру а два года хватает насколько ну по разным основной основная цифра на которой ориентироваться нужно это зависимости конечно от нагрузки свой эксплуатации автомобиля это 46 процентов от от количества заправленного топлива но там один подписчик у нас петров камин говорит что скоро вообще появляются появятся таблички запрещающие проезд ниже определенного класса соответственности будешь там ездить я будешь штраф убрать может быть такое ли не может быть теоретически теоретически возможно но проезжает пока в европе мы живут уже говорили про это дело в европе да конечно там такие вещи уже давно введены в обиход там все к этому привыкли ну может быть в каком-то будущем не очень быстро может они у нас появятся но пока официальная информация у нас мы не слышим так но мы говорили про сервисы вот сергей жужев говорит о том что электроника не работает приходится сервис заезжать а вот на севере например не нет специалистов способных обслуживать такие ненужные инновации мы про это мы про это говорили мы с этим полностью согласно что удорожание автомобиля ведет к увеличению количества возможных проблем в эксплуатации и поломкам и прочее да конечно к сожалению то есть вот анатолий ануфриев видел урал в прошлом году в подмосковных броницах на испытаниях как раз евро 5 это урал 43 20 59 11 72 бортовой но завод урал подошел очень внимательно в ведение от этого стандарта то есть сразу стандарт принят с 1 января 2018 года получается на этот момент у завода урал уже было одобрение типа транспортном нет одобрение типа транспортного средства на автомобиль урал с двигателями колдивского класса евро 5 а вот у камаза этот одобрение типа только появилось так что за этого продавали евро 4 да да но это же допускается то есть в течение года ну и еще не на вопрос алексей корнюш у нас постоянный подписчик спрашивает это вообще не в тему евро 5 а просто спрашивает сухой цемент или муку возят на бездорожье мы такие бочки делаем мы такие бочки не делаем мы делаем емкости под светлые темные нефтепродукты под воду под питьевую под техническую под пищевые растворы всевозможные из нержавейки под химсоставы понятно начали с евро 5 закончили мукой до великой многообразных задавайте пишите комментарии подписывайтесь на канал урал спец транс всем пока всего добра до свидания то есть у нас вот этот дисплей до электронный он показывает у нас здесь расход мочевины не расход а остаток 60 процентов то есть да он показывает остаток в баке вот в этой системе вот на в частности на next у него нет значка допустим как на железном урале до железной кабины железным оперением там прямо за включается сигнализатор о том что ниже там по какой-то определенного уровня датчик стоит посредине бака вот этот уровень от blue как только раствор начинает опускаться ниже половины бака он начинает сигнализировать о том что раствор убывает при достижении там каких-то и подает периодический сигнал при ну там при какой-то опустилась на сколько он сигнализировал еще насколько он сигнализировал я не помню сейчас по памяти насколько вот при по моему при остатке 12 процентов в баке он начинает сигнализировать постоянно вот а в избежание того чтобы насос не вышел из строя при снижении уровня реагента в баке ниже пяти процентов насос отключается то всему электронный блок управления дает команду на включение насос отключается система перестает работать в как ну в качестве как вот система очистки отработавших газов вот то есть об этом собственно в инструкции на автомобиль написано о том что при прекращении подачи вот этого водного раствора мочевины в инструкции указан цифра 36 часов вот на самом деле это не совсем так мы провели испытания с целью проверки на самом деле сколько получается то есть при работе более 36 часов ничего не произошло с двигателем и переход в режим аварийного снижения мощности ограничение мощности произошло при наработке около 50 минут часов вот но это произошло это реально произошло да то есть согласно инструкции написано что двигатель мощность ограничивается на уровне 60 процентов от ну вот как бы от номинальной мощности двигателя то есть по сути на автомобиле если он движется без груза до доехать до куда-то можно вот если автомобиль груженый то такое снижение мощности может быть критично то есть ну автомобиль реально не едет при когда этот вот такой режим включается вот но страшно здесь ничего не происходит потому что когда заливается раствор но вот нету нету его раствор залился то есть система продиагностировал что раствор появился и система переходит вновь датчики видят что есть мочевина уровень есть да и система соответственно запускается но в обычные в обычное свое состояние продолжает работать а ну вот вот все значки вот он вот он вот он неисправность системе впрыска да то есть он продиагностировался неисправность системе впрыска мочевины вот как бы уровень мочевины показывается в баке вот здесь вот но хочется отметить еще один нюанс что при выключении двигателя выключать массу немедленно нельзя по той простой причине что блок управления после выключения двигателя до останова двигателя система запускает процесс продувки чтобы в общем при помощи сжатого воздуха остатки вот этого водного раствора мочевины они прогоняются через систему и продувается чтобы системе нигде вот дозирующим узле остатков раствора не было вот для этого нужно время то есть до инструкции написано порядка 60 секунд одной минуты после того слышно как форсунка работают в это время то есть после того как продувка завершена можно выключить массу то есть блок управления выходит в режим как бы завершение рабочего цикла система с яр отключается и блок скажем сохраняет блок управления он сохраняет последние полученные значения наработка там и прочее прочее она считается именно после правильного выключения масса можно и выключить и как бы вот выключил двигатель выключил массу наверно ничего страшного не произойдет лучше этого не делать потому что система должна продуться она должна как бы выполнить свой вот алгоритм отключения поэтому потребитель должны об этом знать это сознательно это он это он 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 Продолжение следует...